МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семья Артема Штелли переехала в Бею год назад. Так сложились обстоятельства, что отец мальчика остался жить в соседнем селе Бондарево. Ребенок скучал по отцу, поэтому практически каждый выходной ездил к нему в гости. Мальчик сел в проходящий автобус в селе Бондарево. В Бею он должен был прибыть менее чем через час. Но на автовокзале в райцентре, выходящем из автобуса, его никто не видел. Ребенок потерялся между двумя населенными пунктами. Первыми тревогу забили в школе. В понедельник Артем не пришел на занятия. По словам педагогов, мальчик талантливый, но требующий особого подхода. Учителя связались с мамой пятиклассника. Она сообщила, что дома ребенок не ночевал. И где он, она не знает. Руководство школы сообщило о случившемся в полицию. Ребенок сам по себе очень хороший, способный. Однако, наверное, все условия, в которых он находится, я имею в виду семейные обстоятельства, привели еще и к тому, что он у нас состоит на внутрешкольном учете и на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Сотрудники полиции первым делом проверили родственников и друзей мальчика. Ни с кем из знакомых он в эти дни не связывался. Подробности удалось выяснить у пассажиров автобуса, на котором ребенок добирался из Бондарева в Бию. Оказывается, юный пассажир вышел в селе Табат и двое суток ночевал у женщины, с которой он познакомился в маршрутке. Женщина просто попутно ехала, попросился переночевать. Он переночевал их два дня. И сегодня, как с их слов, собирался ехать домой. То есть это уже не первый случай, когда этот ребенок... Да, он уходил уже, как и раньше, получается, так же его находили. Сегодня беглеца доставили домой. Мальчику предстоят профилактические беседы со школьным психологом и социальным педагогом. Олеся Калинченко, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. А в Абакане разыскивают 55-летнего мужчину. В воскресенье он ушел на рыбалку в район водозабора и пропал. Тревогу забили родственники. Из его последнего звонка жене стало известно, что мужчина собирался возвращаться с острова вброд. Не дождавшись мужа, женщина сразу забила тревогу. Рыбака искали сотрудники полиции и спасатели. Они обследовали острова и берега реки от Абакана до Усть-Абакана. Скорее всего, произошла трагедия, и мужчина утонул. А вот другой похожий случай закончился не столь драматично. Спасателям позвонил другой рыбак, явно в нетрезвом состоянии, и сообщил, что он остался на острове один. Лодку, на которую он приплыл, унесло течение. Доставлять на берег его пришлось сотрудникам спасотряда. Абакан сейчас будет пребывать все сильнее и сильнее. Я бы очень хотел, чтобы люди думали, прежде чем ехали на машинах, на мотоциклах, на эти острова. У нас было несколько случаев, когда нам пришлось вытаскивать людей, а технику оставлять там, потому что вода настолько быстро поступала. Герой нашел следующего сюжета. Это, несмотря на многие проблемы и лишения, не покидают родные места и готовы сохранять традиции глубинки. Тем более, что республика запустила специальную программу по сохранению и развитию малых сел Хакасии. Наша съемочная группа побывала в Аале Аев Аскизского района. Перспективы села. В материале Ольги Стельмах. Небольшая деревушка Аев. Всего две улицы. Стоят они посреди Аскизской степи. Многие дома бесхозные. В поисках работы и лучшей жизни их владельцы уехали из села. Сегодня население чуть больше 80 человек. В основном пенсионеры. Доля центра не близко, рабочих мест нет. Кто-то держит скот и этим живет. Кто-то практически каждый день выходит к речке Ниня с удочкой. Пойманную рыбу продают в соседних селах. Мы ходим сюда рыбачить, сюда на эту речку. И вот пару дней назад она поднялась, и рыбы сейчас нет. А так бывает и хайруза, и льцы, и щуки. Условия далеки до идеальных. Постоянная ветра и галечник не дают хорошего урожая. Потому и заниматься земледелием здесь неблагодарное дело. Практически никто из жителей не выращивает овощи. Воду и ту совсем недавно приходилось брать из реки. Единственную колонку пробурили лишь в конце прошлого года. Всю жизнь брали с речки. Вода по весне очень грязная, желтая, со всякими привкусами. Скважина с чистой водой – начало реализации республиканской программы сохранения и развития малых сел Хакасии. Ее цель – создать условия для жизни и убедить население не уезжать из деревень. А по возможности привлечь и новых жителей. Скважины пробурят практически в каждом доме. Причем хозяева платят лишь половину от стоимости работ. Остальные затраты гасит правительство. Николай Чернов – один из первых обзавелся собственным источником. На очереди еще, как минимум, 10 домов. По мнению специалистов, несмотря на многие проблемы, назвать деревню безнадежной нельзя. В Али есть собственный дом культуры. Жители также получают первую медицинскую помощь. В отличие от других малых сел Хакасии в Али Аев есть собственная школа – начальные классы. Этому зданию практически 100 лет. И, естественно, она нуждается в ремонте. А его обещают сделать в рамках республиканской программы сохранения и развития малых сел. Поменяют крышу, заменят окна, обновят фасад. Помогут сделать, надеются жители, отопление. В школе есть батареи, но из-за экономии ими не пользуются. В холода здания согревают углем. Найди длину второй стороны этого прямоугольника. Сегодня во всей деревне лишь пять учеников. На подходе еще три первоклашки. В будущем за школьные парты будет кому садиться еще 5-6 лет. Дальше, если ситуация в деревне не изменится и молодежь не вернется, на обновленную школу повесят замок. Есть школа, есть жизнь в селе. Ну, я думаю, что не должна деревня так вот исчезнуть с лица земли. Изменить облик деревни, да еще и с финансовой помощью республики. Упускать такой шанс жители не намерены. Люди сами вышли на субботник, привести в порядок сельские улицы. А в центре деревни отметили место для будущей детской площадки. Люди ждут перемены, верят, их деревня будет жить и дальше. Пять человек сегодня уже оформили крестьянско-фермерское хозяйство. И как только встанут на ноги, дадут односельчанам то, ради чего многие покидают родное село. Рабочие места и реальный заработок. И в продолжении темы. Гостель радиокомпания Хакаси объявляет конкурс идей, которые помогут реальному развитию таких сел, как то, о котором шла речь в предыдущем сюжете. Мы обращаемся к жителям городов и крупных населенных пунктов, предпринимателям, общественным организациям, поддержать нашу акцию. Ваши идеи, советы и предложения мы выслушаем по телефону, который видите сейчас на экране. В Полтайском районе выяснили, кто оскверняет сельское кладбище. В одном из наших выпусков мы рассказывали о том, что в деревне Ачуры неизвестные разрушали и исписывали надгробия, вырывали кресты, поджигали могилы. Заявления в полицию результатов не давали. Местным жителям даже пришлось дежурить на кладбище. Каждый день могилы обходили несколько человек. Визит нашей съемочной группы помог привлечь и внимание правоохранительных органов. Участковый сначала взял показания у пострадавших родственников, а затем и выяснил кладбищенских налетчиков. Ими оказались трое подростков, жители села Ачуры. Сегодня их семьи взяли под наблюдение. Родственники же усопших, над чьими могилами надругались, уже получили личные извинения. Решается вопрос о восстановлении памятников. Между тем, местные власти тоже отреагировали на ситуацию. Убрали мусор с территории кладбища, который ранее не вывозился месяцами. Партийные проекты должны быть реализованы в полном масштабе. В Москве прошло совместное заседание Высшего и Генерального Советов Единой России. Премьер-министр и председатель партии Дмитрий Медведев назвал несколько инициатив, которые, по его мнению, важны для каждого жителя страны. Главной темой стало обсуждение партийных проектов и их реализация. Дмитрий Медведев заявил, что их исполнение приносит результаты как в масштабе страны, так и в конкретных регионах. При этом многие федеральные проекты перекликаются с региональными. В частности, речь шла о помощи дачным обществам, строительстве бассейнов, поддержке массового спорта. Большое внимание уделяется сельскому хозяйству, подворью, оказанию помощи красофермерским, крестьянско-фермерским хозяйствам. Это абсолютно правильно, потому что на смену бывшим совхозам, колхозам и прочим-прочим должны прийти эффективные собственники. А для этого им нужно создать условия. Я считаю, что в Хакасе в этом плане очень много делается. Ориентир, который определил глава республики в этой части, в части поддержки сельского хозяйства, он оправдывает себя. Сегодня мы видим, что село возрождается. Сейчас подходит к концу предварительное внутрепартийное голосование, определенное «Единой Россией» по всей стране. Оно завершится в начале июня. Если говорить о Хакасе, я могу сказать, что неожиданных результатов нет. Те кандидатуры, которые изначально предложены активами, активами муниципалитетов с уровня республики, они поддержаны. Результаты выборов 8 сентября будут оцениваться на очередном съезде «Единой России» в ноябре. Тогда же решено подвести итоги работы за текущий год и определить приоритетные задачи партии на год 2014-й. Сегодня с журналистами встретился спикер Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев. Он рассказал, какие законопроекты рассмотрят на заседании парламента. Сессия Верховного Совета пройдет уже завтра. В повестке 20 вопросов. Два из них депутатам предстоит принять во втором окончательном чтении. Это закон о контроле над расходами чиновников, а также поправки к нему. Напомним, в скором времени госслужащие Хакасии будут отчитываться не только о доходах, но и о потраченных средствах. С 2014 года чиновников обяжут подавать декларации о расходах собственных, своей супруге или супруга, а также несовершеннолетних детей. Мы, кстати, уже начали публиковать данные. На сайте Верховного Совета имеются все, по каждому депутату Верховного Совета. Есть такие депутаты, которые до последней телеги записаны на их личный счет. Хотя есть и депутаты-предприниматели, на которых вообще ничего не записано. Есть только счет, получение какого-то дохода годового и все. О своей работе в рамках правительственного часа отчитается временно исполняющий обязанности главы республики Виктор Зимин. В заседании парламента примут участие и руководители тех партий, которые зарегистрированы в Хакасии, но сегодня не входят в состав Верховного Совета. Партийные лидеры также смогут задать все интересующие вопросы Виктору Зимину. Сегодня ночью сотрудники полиции задержали пятерых грабителей. Гастролеры из Красноярска пытались похитить деньги из банкомата. Способ взлома молодые люди, старшему из них 25 лет, подсмотрели в интернете. Опробовать его решили в Абакане. Попытались вскрыть круглосуточный банкомат газовым резаком в одном из банков в центре города по улице Щетинкино. Похитители были в масках, но довести преступление до конца им не удалось. Их впугнул сторож банка. Орудия преступления они бросили тут же. Задержали красноярцев по горячим следам сотрудники вне ведомственной охраны и уголовного розыска. Добычи грабителей чуть было не стали 245 тысяч рублей. В Хакасии вскоре появится еще одна книга памяти. В ней увековечат имена жителей Хакасии, погибших в локальных военных конфликтах. В республике уже издана книга памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. В ней есть сведения о 30 тысячах наших земляков, не вернувшихся с фронта. В честь погибших в локальных конфликтах в Абакане установлены два памятника воинам-интернационалистам на привокзальной площади и сотрудникам полиции, погибшим на Северном Кавказе. На страницах новой книги памяти рассказы обо всех наших земляках, погибших во время боев в Венгрии, Эфиопии, на острове Даманском, в Афганистане, Югославии и Чечне. В списке 65 фамилий. Уже готов макет издания, сейчас рабочая группа завершает редактирование материалов. Книга памяти выйдет тиражом в тысячу экземпляров. 200 тысяч рублей на издание выделены из республиканского бюджета. Уникальность данного издания заключается в следующем, что в эту книгу войдут ребята не только погибшие от Министерства обороны, но и сотрудники органов внутренних дел по республике, Хакасия, военнослужащие внутренних войск. Ориентировочный выход книги и презентации – это середина июля, начало августа мы планируем. Хакасия голосует за Саяна-Шушенскую ГЭС. У гидроэлектростанции есть все шансы войти в десятку самых уникальных объектов нашей страны. Их выберут путем интернет и СМС-голосования. Сейчас в пользу Саяна-Шушенской отдано более 32,5 тысяч голосов. И это далеко не предел. Мультимедийный проект «Конкурс Россия-10» стартовал в марте этого года. Все субъекты из восьми округов страны отобрали по нескольку географических, архитектурных и исторических объектов, которые имеют особое значение, пользуются большой популярностью не только среди местного населения, но и туристов. Фото и информацию о достопримечательностях выложили на сайт конкурса. Хакасия представила 12 объектов. Сегодня в лидерах Саяна-Шушенская гидроэлектростанция. За нее уже отдано более 32,5 тысяч голосов. Отдать свой голос за Саяна-Шушенскую ГЭС тем самым поддержать Хакасию может не только житель нашей республики, но и любого другого субъекта Российской Федерации. Для этого на сайте «Россия-10» нужно выбрать сибирский регион, отыскать конкурсный объект Саяна-Шушенскую ГЭС и кликнуть мышью по красной кнопке. С одного компьютера можно голосовать в сутки трижды. В Хакасии за плотину отдают свои голоса целыми предприятиями и организациями. В антимонопольной службе, например, регулярно отслеживают, как меняется позиция нашего объекта на фоне других. Сегодня ГЭС на седьмом месте в Сибири. Впечатляет просто своими объемами. Я считаю, что это искусство наше Саяна-Шушенская ГЭС. Действительно, надо стойно стать лучшим. Голоса за ГЭС регулярно отдают и сотрудники МЧС Хакасии. Говорят, такой интерес к гидроэлектростанции вполне оправдан. Главное для специалистов министерства – не допустить ЧС и катастроф, обеспечить безопасность населения. Саяна-Шушенская ГЭС – крупнейшая по мощности в России, и седьмая среди ныне действующих гидроэлектростанций в мире, плотину начали возводить в 63-м году прошлого столетия. Строили не один десяток лет. Аналогов гидросооружению в виде круговой арки нет в мире. У Саяна-Шушенской есть все шансы войти в десятку лучших сибирских объектов. Она будет сформирована 1 июля. Тогда же стартует второй тур состязаний. В нем будет участвовать 80 парков, памятников, сооружений, по 10 из каждого региона. Финал же конкурса состоится 2 сентября. Вполне вероятно, что при поддержке жителей Хакасии ГЭС займет достойное место в топе конкурса «Россия-10». Наталья Громашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Спортсменка из Хакасии стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу. Наша землячка с большим отрывом обошла не только конкурентов, но и установила новый мировой рекорд, намного превышающий результаты в ее весовой категории. Даниэла Колесник – воспитанница именитого тренера из села Сарагаш Баградского района Анатолия Карабонцева. Девушке 14 лет, но за ее плечами уже не один рекорд по жиму лежа. В этот раз первенство проходит в городе Каунас в Литве. Даниэла выступила в весовой категории 43 килограмма. Результат спортсменки и бесспорно первое место на соревнованиях – 70 килограммов. Для сравнения, на втором месте японская спортсменка. Она подняла вес меньше на 15 килограммов. Состязания на этом не закончились. Впереди выступление еще одной нашей спортсменки – двукратной чемпионки мира Людмилы Степыниной. Весовой категории до 63 килограммов. А у меня к этому часу все новости. Смотрите нас и на сайте вестихокасия.рф. Не пропустите главного. Увидимся.